Финансовая отчётность предприятия. Финансовая отчётность, которая представлена в форуме номер один, баланс, представляет собой финансовое состояние предприятия на дату составления такой отчётности. То есть, баланс – это отчёт о всех активах и пассивах предприятия на дату его составления. Форма номер два финансовой отчётности – это отчёт о финансовых результатах. То есть, работы предприятия – оценки работы за определённый период времени. Как уже известно, целью любого предприятия есть получение прибыли. Для того, чтобы определить, как сработало предприятие за определённый период, необходимо сравнить деятельность этого предприятия, то есть доходы и расходы. Таким образом, форум номер два отражает доходную и расходную часть в пересчёте на результирующий показатель прибыли предприятия. Кто составляет финансовую отчётность? Отчётность форма номер один и форма номер два, как, впрочем, и другие формы финансовой отчётности, базируются на данных бухгалтерского учёта. И поэтому ответственным за составление таких форм отчётности является главный бухгалтер предприятия. Можно ли верить в актуальность и достоверность такой отчётности для анализа, для использования в работе финансовыми службами? Исходной точкой работы, качественной работы финансовых служб являются надёжные, достоверные, актуальные и своевременные финансовые показатели финансовой отчётности. Во всех остальных случаях, когда достоверность не подтверждена, актуальность, своевременность показателей не соответствует, «Работа финансовых служб, построена на использовании такой информации, будет некачественной и даже вредной для предприятия». Поэтому первым и главным узловым моментом в работе финансовой службы при анализе финансовой отчётности необходимо следующее – удостовериться в удостоверности такой информации. Как это можно сделать? Первый вариант – проверить с использованием своих знаний финансовую отчётность самостоятельно и при необходимости сравнить такую отчётность с оборотно-сальдовой ведомостью. А также выборочно или полностью проверить формирование финансовой отчётности, которая должна быть соответствовать требованиям национального стандарта номер 2 для баланса и номер 3 для формы номер 2. В случае, если квалификации финансовых работников для проведения такого экспресс-аудита недостаточно, или же выявлены факты нарушения составления отчётности, а возможно и принципы введения бухгалтерского учёта в целом, необходимо принять решение по перепроверке финансовой отчётности и отчёта в целом, с помощью служб, аудиторских служб или других специалистов, которые способны это сделать. Вывод. Для успешной работы финансовой службы первичной исходными информациями является финансовая отчётность, причём достоверная. Какие же методы и способы анализа финансовой отчётности? В своей работе финансовые службы используют определённые инструменты, в том числе и методы горизонтального, вертикального анализов показателей, финансовых показателей в форме номер 1 и в форме номер 2. Что же такое горизонтальный анализ? Зачем он нужен? Прежде всего, это оценка динамики, динамики изменений показателей относительно прошлого периода. Если рассмотрим форму номер 2, то, как известно, все статьи, все финансовые показатели определяются в цифровом значении «за» на начало года и «за» отчётный год, который отражается в двух колонках – на начало года и «за» отчётный период. Сравнение этих показателей по двух колонках и даёт возможность отследить изменения таких показателей в абсолютном значении. Вертикальный анализ предусматривает относительное удельный вес каждого коэффициента или анализируемого показателя в общей валюте баланса. Одним из методов анализа финансовых показателей является анализ финансового состояния по рассчитываемых финансовых показателях в разделённых в определённые группы. Как таковые есть группы ликвидности, группа финансовой устойчивости, группа операционной деятельности оборачиваемости, например, и четвёртая группа – это группа оценки эффективности использования капитала. Все эти показатели рассчитываются по определённых формулах и имеют большинство из них нормативные значения. Отклонение данных, фактических показателей от установленных нормативных значений и выявляется анализом, по которым можно судить о изменении финансового состояния и финансового здоровья предприятия в целом. Учитывая, что финансовых показателей, рассчитанных по математическим формулам, достаточно много, принимается решение в каждом предприятии в отдельности, самостоятельно и применительно каждому предприятию оптимальный склад таких финансовых показателей, которые контролируются. Их может быть 4, 5, 6, Но периодичность отслеживания таких показателей будет зависеть от решений, принятых на предприятии. Например, это может быть месячный период, квартальный период. Для некоторых финансовых показателей возможно отслеживание недельное и даже дневное. Оптимизация и недостаточность финансовых показателей определяется политикой предприятия в сфере финансового контроля и планирования.